Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы поговорим про тематические группы слов. Давайте послушаем, что нам об этом расскажет профессор Иван Иванович Самоваров. Слова в языке можно объединить в группы по разным темам. Вот линейка, тетрадь, учебник, ластик. Это учебные предметы. Приведем примеры тематических групп слов. Группа «Транспорт» — троллейбус, машина, мотоцикл, мопед. Группа «Животные» — кошка, собака, корова, лиса. Группа «Цветы» — ромашка, тюльпан, мак, роза. Мы прослушали информацию Ивана Ивановича про тематические группы слов. А сейчас выполним несколько упражнений. Первое задание. Нам нужно распределить слова по тематическим группам. В первый столбик — овощи. Во второй столбик — насекомые. В третий столбик — фрукты. Выполните это задание, а потом проверим. Проверим. Овощи — капуста, помидоры, картофель, насекомые. Гусеница, бабочка, стрекоза, фрукты — яблоко, ананас и сливы. Кто распределил по столбикам так же, поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Все правильно. Выполним еще одно задание. Нужно разделить слова, название вещей на три группы. В первый столбик — мебель. Во второй столбик — посуда. В третий столбик — одежда. Выполните это задание, потом проверим. Проверяем. Мебель — шкаф, кресло, диван, посуда, стакан, чайник, кастрюля. Мебель — одежда, платья, варежки и перчатки. Если вы распределили так же, то поставьте восклицательный знак. Вы молодцы. Выполним следующее задание. Нужно вписать слова. Приготовьтесь записать слова без ошибок. Первое слово с большой буквы, остальное с маленькой через запятую. Проверим. Город. Молодцы. Выполним еще одно задание. Спешите в слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, подумайте, какая буква пропущена. Выполните это задание, а потом проверим. Проверяем. Солдат пишется с буквой О. Герой пишется с буквой Е. Праздник пишется с буквой Д. Здравствуй пишется с буквой В. И слово погода пишется с буквой О. Не забудьте подчеркнуть орфограмму. Напишите мне в комментариях, чем похожи все эти слова. Работаем дальше. Следующее задание. Поработаем со словом ракета. Что обозначает слово ракета? Ракета, беспилотный летательный аппарат, а также заряды, применяемые при проведении фейерверков. Ракеты также называют быстроходное пассажирское судно на воздушной подушке. Прочитай слово так, как ты его произносишь. А теперь прочитай слово так, как оно записано. Найди опасное место в слове. Букву, в написании которой можно допустить ошибку. Запомни написание слова. Ракета. Запомните написание слова ракета и давайте проведем небольшой конкурс. Кто лучше всех составит предложение про ракету? Напишите комментарий. А тот, у кого будет больше всего лайков под этим предложением, тот и победит. Проведем небольшую проверочную работу. Прочитайте слова. Подумайте, какое слово лишнее? Автобус, поезд, автомобиль, троллейбус, трамвай, вертолёт. В данном случае слово вертолёт лишнее, так как это воздушный транспорт. Все остальные, автобус, поезд, автомобиль, троллейбус и трамвай ездят по земле. Отвечаем. Молодец. Всё правильно. Теперь выполни следующее задание. Прочитайте внимательно слова, найдите лишнее. Давайте порассуждаем. У нас есть слова щука, енот, тюлень, морж, карп, окунь, карась и пескарь. В данном наборе слов есть названия рыб и животных. Скорее всего, животные и будут являться словами, которые лишние. Это енот, тюлень и морж. Проверяем. Молодец. Всё правильно. Перейдём к следующему заданию. Прочитайте слова. В названии какого дня недели букв больше, чем звуков? Нам нужно узнать в названии какого дня недели букв больше, чем звуков. Буквы, мягкий знак и твёрдый знак звуки не образуют. Ищем слова с мягким знаком. Понедельник и воскресенье. Но в слове воскресенье разделительный мягкий знак. Он разделяется гласной от гласной. И гласная звучит как два звука. Значит, количество букв и звука в слове воскресенье будет одинаковым. Значит, нам подходит слово понедельник. Проверяем. Молодец. Всё правильно. Теперь выполни следующее задание. Из названия месяцев выберите те, в которых количество букв и звуков одинаковое. Давайте рассуждать. Января. Буква Я в начале слова обозначает два звука. ЕА. А буква, мягкий знак, звука не образует. В данном случае количество букв и звуков будет одинаковым. Слово МАЙЕ. Одинаковое количество букв и звуков. В слове СЕНТЯБРЬ количество букв больше, так как буква, мягкий знак, звука не образует. В слове ФЕВРАЛЬ буква, мягкий знак, звука не образует. В слове «Июнь» буква «Ю» находится после гласной, будет обозначать два звука. Мягкий знак звука не образует. Количество букв и звуков здесь будет одинаковым. В слове «Октябрь» букв больше, чем звуков. В слове «Март» одинаковое количество. В слове «Июль» одинаковое количество. В слове «Ноябрь» буква «Я» после «О» будет обозначать два звука. Буква, мягкий знак звука не образует. Количество букв и звуков будет одинаковым. Апрель. В данном слове количество букв больше. Август. Одинаковое количество букв и звуков. И в слове декабрь количество букв будет больше. Запишите слова. Над словами напишите количество букв и звуков. Сегодня мы с вами поговорили про тематические группы слов С вами вместо репетитора была Елена Викторовна Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки Всего вам самого доброго, до новых встреч А напоследок мы еще раз послушаем Ивана Евгеньевича Слова в языке можно объединить в группы по разным темам Вот линейка, тетрадь, учебник, ластик Это учебные предметы Приведем примеры тематических групп слов Группа транспорт Троллейбус, машина, мотоцикл, мопед Группа животные Кошка, собака, корова, леса Группа цветы Ромашка, тюльпан, мак, роза Ромашка, тюльпан, мак, роза Ромашка, тюльпан, мак, роза